ну что ж добрый день дорогие друзья всем привет всем привет кто подключается привет всем кто будет смотреть записи сегодня будем говорить о богатстве больших деньгах вот носите теперь чуть-чуть подождем да привет ребят всем привет 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 мария привет ирина оксана всем городам привет ну что ж сегодня у нас будет горячий эфир вчера был эфир очень интересный было очень много просмотров во время эфира очень много подключений но к сожалению эфир не сохранился потому что отлетела связь надеюсь сегодня будет все хорошо и фирмы сохраним для того чтобы люди могли его посмотреть в записи вот о чем мы говорили мы говорили о том как создать всем источников дохода мы говорили о том почему бедные так и остаются бедными средний класс так и остается средним классом а богатые так и остаются богатыми несмотря на то что каждый день вокруг земного шарика вращается 12 триллионов долларов и думают в чей бы карман упасть и почему-то эти 12 триллионов долларов каждый день каждый месяц каждый год падают в одни и те же карманы в итоге богатые богатеют бедные ну не скажу беднеют потому что если они дальше обеднеют ему это уже вопрос выживания то есть выживают в жизни да вот и мы сегодня с вами поговорим почему так происходит и мы с вами сегодня поговорим как не имея никаких дополнительных источников дохода прям с сегодняшнего дня вы можете получить как минимум один источник дохода вот прям каждый день сделать деньги грубо говоря из воздуха конечно из воздуха не бывает а просто вы эти деньги выкидывайте даже не задумываясь сегодня я расскажу как сделать так чтобы они оставались в вашей семье и плюс расскажу о том как создать несколько источников дохода как зарабатывать на уже существующих бизнесов более того они с удовольствием вам будут отдавать эти деньги вот но обо всем по порядку начнем с самого начала начнем с того почему вот у нас есть три таких больших сословия да то есть бедная средний класс богатые люди если их разделить в пропорциональном соотношении это примерно 90 процентов люди бедные то есть это люди которые выживают которые живут так на грани прожиточного минимума и если вы думаете что вы бедные я думаю что вы сомневаетесь потому что по статистике на сегодняшний день примерно 50 процентов населения земли живут на 30 долларов в месяц то есть на один доллар в день представляете 30 долларов в месяц то есть и так живет на сегодняшний день больше 50 процентов на земном шаре то есть бедных людей 90 процентов средний класс примерно 9 процентов то есть это люди которые в принципе на жизнь хватает на хлеб с маслом иногда хватает иногда даже с икрой соответственно и всего лишь один процент богатых людей контролирует 95 процентов денег на планете почему так происходит все очень просто люди по-разному относятся к своему времени все определяет время на что мы его тратим у каждого человека есть 24 часа в сутки и у бомжа и у самого богатого человека на планете я вам приведу очень интересный факт который приводил дональд трамп в одной из своих книг было время когда он был миллиардером было время когда он разорился и был 9 миллиардов долларов должен и вот представьте он идет по улицам нью-йорка 9 миллиардов у него долг он не знает что делать как сказать как из этой ямы выбираться и вот на дороге сидит бомж и попрошайничает и он сидит и ему пришла в голову мысль а который который его просто пронзила которую он писал в своей книге он говорит я иду и понимаю что этот человек сидящий у дороги на 9 миллиардов богаче меня но было одно но и очень большая разница что было в голове у этих людей бомж сидел на дороге он считал себя бомжом дональд трамп идя по улице не считал себя бомжом несмотря на то что у него 9 миллиардов долга он оставался по-прежнему в мышлении богатым человеком именно это привело к тому что через некоторое время он восстановил деньги он опять заработал миллиарда сегодня это президент компании президент компании президент страны хотя все было против него средства массовой информации политики другие страны все ополчились чтобы он не пришел к президентской власти но народ его поддержал потому что этот человек который вот с нуля создал состояние и который поддерживал определенные вещи которые позволяли простому человеку вырываться и зарабатывать но эта тема отдельного разговора так вот я возвращаюсь почему одни все время в среде бедных находится почему средний класс в среднем классе находится и почему богатые становятся богатыми а причем мы с вами живем в удивительное время когда любой человек может в течение там пяти десяти лет создать состояние для этого если раньше состояние создавалось поколениями и один человек в поколении там попадается плохой мог спустить все состояние которое наживали его предки а то сейчас можно это сделать за пять десять лет используя технологии то что дает возможность в наш современный мир так вот почему бедные остаются бедными прям на пальцах объясняет смотрите психологии философии бедных какая у меня есть время мне его надо поменять на деньги то есть они идут по самому короткому пути они свое время продают за деньги то есть им нужны деньги здесь и сейчас соответственно они берутся за любую работу и если раньше это срабатывал и можно было в принципе зарабатывать и неплохие деньги сейчас это срабатывает все хуже почему потому что все большее количество людей могут делать эту работу но чем большее количество людей могут делать какую-то работу тем дешевле она стоит поэтому бедные люди всегда которые хотят поменять вы получить деньги прям сиюминутно здесь и сейчас они всегда будут больше всех работать и меньше всех зарабатывать к сожалению то есть но это их выбор я никого не вот сейчас я никого не осуждаю и никого ни к чему не призываю да то есть у каждой выбирает просто когда ты осознанно выбираешь свой путь у тебя есть выбор когда ты живешь ничего не понимая не понимаешь почему так происходит у тебя выбора нету вот поэтому все кто сегодня смотрят а у меня подписчики не глупые люди то есть это люди осознанную жизнь ведут и сегодня вы на эфир пришли не просто так и тем более досмотрели до сего до текущего момента не просто так то есть вы осознанный человек так вот осознанность позволяет понимаешь что если это приводит к маленьким деньгам заставляет больше всех работать наверное это не тот путь которым можно разбогатеть что делают средний класс да то есть почему девять процентов людей у них есть дома у них есть машины они живут более-менее на хлеб с маслом как говорится хватает но не поднимаются выше по одной простой причине они поняли что менять свое время на деньги просто так то есть это неблагодарное занятие они идут более длинным путем они свое время смотрите время вкладывают в образование то есть они проходят более сложный путь то есть они получают образование они получают навыки которые их отделяют немножко вот от бедного класса да то есть от всех остальных то есть они более профессионально не более прокачаны в какой-то области то есть они вкладывают свое время в прокачку в знания соответственно путь более длинный время знания навыки деньги то есть они становятся более лучшими специалистами они могут делать то что не могут делать все но соответственно они зарабатывают больше почему у них точно так же потолок по той причине что они все делают сами даже когда они бизнес некоторые начинают свой бизнес в бизнесе главный человек этот человек то есть он все тянет на себе все вокруг своих знаний и навыков формирует и это не хорошо неплохо просто это имеет ограничения это не позволяет этому человеку перейти на путь богатства немножко об этом пишет в своих книгах роберт киосаки особенно в книге квадрат денежного потока рассказываю про четыре вида заработка я все не про это говорить не буду кому интересно и кто не читал эти книги почитайте бедный папа богатый папа роберт киосаки квадрат денежного потока я сегодня немножко о других вещах что делают богатые люди что их отличает от всех остальных и от среднего класса в том числе они идут немножко по другому пути то есть они не меняют свое время через навыки на деньги как средний класс они не пытаются сразу заработать денег поменяв время на деньги их это вообще не интересует они готовы другим платить кстати у того же киосаки когда спросили зачем вы занялись бизнесом он сказал чтобы заниматься тем что мне нравится и платить деньги другим людям чтобы они делали то что мне не нравится да например если мы не нравится ходить по магазинам и ставить у плиты для него есть повара которые это сделают если мы не нравится убираться для этого есть люди которые уберутся ну и так далее соответственно смотрите что делают богатые люди у них также 24 часа суд как у всех остальных но они к деньгам идут другим путем то есть первое они используют три дополнительных элемента первый элемент они ищут идею которая в принципе может дать благосостояние и богатство причем идея которую не разово это даст потому что разовые деньги они не интересны вот многие сейчас когда говорят про инвестиции и там начинают рассказывать что можно на акциях заработать купить дешевле продать больше заниматься спекуляцией или там сейчас все в криптовалюты кинулись модное направление да и думают что надо там куда-то вложиться и там говорят вот это криптовалюты вырастет в десять раз и ты заработаешь станешь богатым да ни хрена ребята вы богатым не станете есть инвестор номер один уоррен баффет и он инвестирует точно так же в акции но он покупает акции не для того чтобы их перепродать а он покупает акции которые дают дивиденды и он дает два совета инвестору если вы хотите стать профессиональным инвестором и самым богатым человеком на планете а уоррен баффет занимал строчку номер один периодически среди самых богатых людей на планете он давал дал два совета я говорит никогда не инвестировал в бизнес который не понимаю запомните эти слова как он работает и второе никогда не инвестировал в бизнес который не могу контролировать на который не могу влиять вот два критерия если вы не понимаете или не можете контролировать вы не инвестор вы тот на котором заработают инвесторы вот так вот первое богатые люди ищут идею идея которая в принципе может дать благосостояние который может давать доход в долгою не разово купил продал а в долгую построили дом построили гостиницу построили ресторан построили кафе, создали какой-то бизнес, он дает доход в долгосрочной перспективе, то есть их деньги работают долгосрочно. Второе, что они делают, когда они нашли идею, более того, вот смотрите, бедный человек, богатый, от богатого отличается чем, бедный человек, ему нужны деньги здесь и сейчас, поэтому у него есть время, он идет и где-то работает, он хватается за 10 работ, он думает, что я чем больше работ нахватаю, тем больше зарабатываю. Богатый человек может ничего не делать, он будет продолжать искать идею, он будет сидеть на хлебе и воде, но он будет искать идею, в которую стоит инвестировать, в которую стоит вложить время, в которое в принципе может дать большой потенциал роста. Соответственно, дальше, когда он эту идею нашел, все, он нашел идею, что второе делает, следующий шаг, который он делает, он делает ставку, он не пробует заняться, он не пытается хиленько, там, получится, не получится, да, вот, он сразу вкладывает, ставку он вкладывает туда все, время, деньги, энергию, подтягивает других людей, то есть он в эту идею вкладывается на 100%, он держит на ней фокус, то есть она у него в фокусе, все, он нашел, он схватился, он теперь, вот теперь он работает 24 часа в сутки, все ресурсы, которые у него есть, вот, он вкладывает в это, вот, я приводил пример, кто в покер играет, знает, что есть такое понятие, алын, ставлю все, вот, богатые люди умеют ставить все, и более того, они действовать начинают сразу, вот, поймали идею сразу, пока другие не используют, сразу действуем, потому что вот эта поговорка 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, это для бедных, потому что пока ты 7 раз отмеряешь, уже 10 раз отрежут, тебе ничего не достанется, соответственно, сразу ставка сразу начинает действовать, сразу вкладывать все ресурсы, и третий шаг, третий шаг, третий очень важный элемент, почему богатые становятся богатыми, вот, он может найти идею, он может поставить все на нее, да, то есть он может сделать ставку, но ставка может не сыграть, то есть что-то не получилось, что-то пошло не так, он не бросает это дело, если идея классная, он вносит коррективы в свои действия, третья очень важная вещь, то есть это не упереться рогом, и вот первый признак идиотизма, знаете, какой, делать одни и те же действия, каждый раз ожидать разного результата, если ты встал на грабли, получил полбу, вот, 10 раз встань, 10 раз полбу получишь, вот, поэтому, что делает, он смену подхода делает, то есть он вносит корректировку в свои действия, и делать это будет до тех пор, пока идея его не выстрелила, вот, самые умные в последнее время делают простое, даже не придумывают идеи, не ищут новое, просто берут и используют то, что было раньше, вот смотрите, мы с вами как раз проживали в 90-е годы, открылся занавес железный, да, то есть и все вдруг стали предпринимателями, вся страна кинулась торговать, кто-то на рынках, кто-то еще, и те люди, которые торговали, в принципе, некоторые из них заработали деньги, но дальше что стало происходить, а дальше кто-то эти деньги тут же проел, прогулял, и как и был, с голым задом так и остался, а кто-то инвестировал эти деньги дальше в развитие бизнеса, и у этих людей появились торговые центры, у этих людей появились заводы, фабрики, то есть они все заработанные деньги опять инвестировали в бизнес, то есть они росли, соответственно, сейчас уже у нас нету ларьков, никто не торгует на улицах, практически исчезли базары, да, но те люди, которые инвестировали, те люди, которые вкладывали деньги, те люди были, которые сфокусированы, у них сейчас все хорошо, у них работают торговые центры, весь бизнес цивилизованным стал, и это происходит в любой сфере, и дальше что делают люди, они выезжали за границу, находили какую-то идею, привозили, реализовывали и здесь, если там это работает, будет работать и здесь, уже опробовано, не надо изобретать велосипед, таким образом появился франчайзинг, то есть покупка готового бизнеса, то есть не надо изобретать велосипед, то есть это работает, люди покупают готовую франшизу, запускают этот бизнес по готовой модели, и если она сработала в одном месте, она сработает и в другом, кто-то больше получает, кто-то меньше, но франчайзинг работает, тот идею, о которой я вам сегодня расскажу, которая дает всем источников дохода, это тоже франшиза, это тоже франчайзинг, это тоже готовый бизнес под ключ. Вам не надо инвестировать, в него уже инвестируют компания и будут продолжать инвестировать. Более того, можно зарабатывать на бизнесах, которые уже делают миллиардные и мультимиллиардные обороты. Раньше это было недоступно простым людям, это было доступно крупным газетам, журналам, известным каким-то популярным лицам, им платили за это. Сегодня это доступно простому человеку. Сегодня вы смотрите этот эфир, если вы услышите меня сегодня, поймете идею, уже сегодня же, даже не завтра, уже сегодня вы можете заработать свои первые деньги. Более того, как я уже сказал, первый источник дохода это те деньги, которые вы вчера еще выкидывали. Да и сегодня может быть. Если вы сегодня ходили в магазин и что-то купили, вы уже очередной раз выкинули деньги. Потому что в каждом товаре, чтобы мы не покупали с вами, неважно, ручка, телефон или вот там, допустим, купите там духи, я не знаю, что угодно, в каждом товаре есть рекламная составляющая. Раньше эти рекламные деньги забирали средства массовой информации в основном. Они за счет этого живут. Газеты, журналы, телевидение. Сейчас вы видите наверняка, что реклама потихоньку уходит в интернет. И это нам с вами дает колоссальные возможности. Соответственно, появились на рынке такие вещи, как кэшбэк сервисы. Может быть, кто-то про это слышал. Кто-то, может быть, пользуется кэшбэком банка по картам. Что делает банк? Банк тоже использует этот инструмент для того, чтобы привлекать клиентов. И платят за это кто? Платят за это продавцы. Всегда. Кэшбэк платят продавцы. Появились кэшбэк сервисы. И нам с вами сейчас есть возможность. Первое. Со всех своих покупок возвращать деньги. Я вам приведу простой пример. Я его всегда привожу. Например. Я сегодня представляю кэшбэк сервис. На котором более 1800 магазинов. Более 8000 брендов. Практически любые товары, которые вы и так покупаете, там есть. Просто покупая их через этот кэшбэк сервис, вы возвращаете деньги себе назад. То есть, каждый раз мы с вами получаем доход. Не важно, зарплату вы заработали, у вас свой бизнес или еще что-то. Вы идете в магазин и раньше эти деньги улетали. То есть, это как получили зарплату и 10% как минимум сразу в форточку выкинули. Сегодня, используя кэшбэк сервис, вы можете сделать ту же самую покупку, но эти деньги не вылетели в форточку, а остались у вас в кармане. Пример. Допустим, мы сейчас с вами общаемся через айфон. Каждый год люди приходят, например, в Билайн, еще куда-то и покупают айфон. У нас Билайн также был на платформе, давал 10% кэшбэка по мобильным телефонам. Соответственно, вы могли, как и раньше, прийти в Билайн и оставить деньги, а могли сделать один маленький лишний шаг, зарегистрироваться на нашей платформе и прийти в Билайн через нее. В этом случае вы получили 6 тысяч рублей кэшбэка. Это абсолютно бесплатная регистрация, но вы уже 6 тысяч получили. Как вы думаете, это выгодно людям? Конечно. Вы ездите, допустим, покупаете билеты на самолет, на поезд, телевизор покупаете. Пришли вам видео точно так же. Купили телевизор через платформу, вы получили кэшбэк. Если у вас там были какие-то скидки, там свои баллы в МВидео есть, вы получили и эти скидки, и кэшбэк сверху. Если у вас есть карточка банковская с кэшбэком, вы по карточке банка дополнительный кэшбэк получите. То есть платформа просто вам позволяет с тех же самых покупок возвращать часть денег. Если вы возьмете, даже если у вас небольшой доход, но вы возьмете 10 лет назад своей жизни, 10 лет, вы, если бы знали об этой информации вот сейчас, не сейчас, а 10 лет назад, и начали ее пользоваться, вы бы получили примерно 500-600 тысяч рублей за эти 10 лет кэшбэками. Вот задумайтесь на секунду. Представьте, вы сегодня залезли в тумбочку своего стола, и там нашли 500 тысяч. Вот какое бы у вас состояние было? Вы бы, наверное, радовались, но эти деньги вы бы выкинули в форточку, просто потому что раньше такой возможности не было. В Америке кэшбэк-сервисы работают 20 лет. Четыре крупнейших кэшбэк-сервисы поделили рынок. 30 миллионов человек каждый месяц через какой-то из этих сервисов что-то покупают. Более 2 триллионов долларов товарооборот. Соответственно, а теперь второй вопрос. Представьте, со своих доходов, со своих расходов деньги возвращать хорошо. То есть можно в год за 10 лет вернуть там 500-600 тысяч. А теперь представьте, что вы немного зарабатываете. И вам дали возможность получать доход вот с тех 2 триллионов долларов. Представляете? Вот я сегодня то, что вам расскажу, это возможность получать доход со всех покупок всех людей в разных магазинах. Рынок кэшбэка пришел на наш рынок, в наши страны. И сегодняшний день, если даже только интернет-покупки оценивать, а у нас на сервисе, сразу скажу, не только интернет-магазины, любые магазины, в том числе, которые на земле. Так вот, только рынок интернет-покупок на сегодняшний день, кэшбэк сервис, оценивается, это 5% от общего товарооборота рынка на рынке интернет, это 84 миллиарда долларов. Вот я вам сегодня предлагаю поучаствовать в разделе рынка на 84 миллиарда долларов. Как вам идея? Кому нравится, поставьте сердечки. Или поставьте плюсики, что вам идея нравится. Так, ну, реакция не сильно быстрая, сердечки пошли, сейчас, надеюсь, и плюсики пойдут. О, первый пошел, второй пошел и так далее, да? Да, идея может не понравиться только глупому человеку. Ну, если глупый человек, ну, я думаю, он на сегодняшнем эфире не будет присутствовать и уж точно не досидит до этого времени. Он посмотрел, что там за чувак вещает, и дальше пошел пить пиво или искать, где бы подзаработать лишние 100 рублей или 1000. Вот. Если вы досмотрели до этого времени, да, то есть, понятно, что идея классная. 84 миллиарда долларов в этом поучаствовать. Не надо 7 раз отмерять, пока вы будете отмерять, уже все отрежут. Рынок забирается очень быстро, благодаря новым технологиям, да? И более того, вот представьте, у вас идея вам зашла. Помните, мы говорили про идею? Допустим, идея хорошая. Дальше, следующий шаг. Что нужно сделать, чтобы этой идеей воспользоваться? Так вот, как я уже сказал, чтобы сервисом пользоваться со своих покупок, возвращать деньги, это бесплатно. Чтобы получать доход и создать себе 7 источников дохода, я про них про все расскажу, для этого нужно стать партнером компании. То есть, купить готовую франшизу. Кто-то скажет, о, вот, понятно, сейчас купить. Ну, ребята, а кто вам сказал, что где-то на халяву вам кто-то что-то даст готовый бизнес? Смотрите, Макдональдс, например, свои франшизы за 2 миллиона продает. Тоже готовый бизнес. Никто, нигде вам просто так, что ничего не отдаст. То есть, другое дело, что вам не надо вкладывать 2 миллиона, вам не надо вкладывать там даже 100 тысяч, как некоторые франшизы стоят, долларов, да, для того, чтобы купить бренд. Вы получаете сразу готовый бизнес. Минимальная франшиза у нас стоит 230 евро, максимальная 1000 евро. Ну, если точно быть, 997. По цене айфона, грубо говоря, вы получаете бизнес, который работает с любой точки земного шара. Вот смотрите, я сейчас нахожусь на Канарах. С вами отсюда общаюсь, здесь у меня недвижимость. Вот здесь я сейчас отдыхаю. Но при этом я контролирую свой бизнес. Я передаю информацию и помогаю своим партнерам зарабатывать деньги. Обучаю их в том числе. Вот сейчас для всех у нас общая часть, я рассказываю про бизнес. А буквально через час после этого с партнерами мы будем говорить о том, как строить этот бизнес. Сейчас я рассказываю о возможности. Есть готовая система, пошаговая вас за ручку берут. Кто-то скажет, я далек от бизнеса. Ничего страшного, вместе с франшизой вы получите две очень важные вещи. Система обучения от компании, пошаговая. Просто делайте раз, два, три, получили деньги. Рентабельность нашего бизнеса очень хорошая. Если другие франшизы дают окупаемость через 8 месяцев, от 8 месяцев примерно до 5,5 лет. Чем больше бизнес, тем дольше окупаемость. То в нашем случае у вас окупаемость может быть за один вечер. Чуть позже я расскажу как. Соответственно, вы получаете готовую систему от компании, плюс персонального наставника. Человек, который вас сегодня пригласил на этот эфир, вы же не просто так попали. Кто-то вам рассказал, что есть эфир. Конечно, может быть кто-то случайно зашел, но я в это слабо верю. Так вот, человек, который вам дал информацию об эфире, он вам поможет стартовать, он вам поможет заработать первые деньги, выйти на доход 100-150 тысяч рублей в месяц в первые же 2-3 месяца. Может быть кто-то в первый месяц выйдет, кто-то в первую неделю выйдет. Я когда стартовал, у меня за первый месяц работы доход был 540 тысяч рублей. Это не рекорд в компании, есть на сегодняшний день рекорд 1.300.000 за первый месяц работы. Может быть кто-то, кто сегодня слушает нас, побьет этот рекорд, потому что технологии за это время отработались, магазинов стало больше, возможностей стало больше, появилось несколько источников дохода дополнительных. Так вот, теперь переходим, что получает партнер, какие источники дохода. Итак, мы с вами говорили, клиент получает один источник дохода. Если вы просто бесплатно зарегистрируетесь, вам сегодня ссылочку дадут тот человек, который вас пригласил, вы уже получили один источник дохода. Возврат денег со всех своих покупок. Дальше, второй источник дохода. Если вы стали партнером, вы можете получать доход с людей, которым дали информацию, а также с тех людей, которые пришли от них. Как это работает? Ну, давайте я вам прям, нет, на пальцах проще объясню, не буду ничего рисовать, все равно, наверное, будет не видно. Допустим, у вас нету большого количества подписчиков в соцсетях, вы с этим вообще не знакомы. Вы просто, у вас есть просто телефон, в нем записная книжка и есть контакты ваших знакомых, хорошо знакомых, мало знакомых людей и так далее. Вы им сказали, что теперь с покупок можно возвращать деньги. Они бесплатно зарегистрировались и, допустим, это всего 100 человек. Кто-то 200, кто-то 300, я буду брать по минимуму. 100 человек. По статистике, а компания уже работает с мая 2017 года, то есть почти два года уже, да, есть статистика. Из 10 человек, которые бесплатно зарегистрировались, один, как минимум, находится умнее остальных. Он говорит, слушайте, ребята, если платформа платит деньги за рекомендации, я пойду и расскажу своим знакомым. Он идет и рассказывает, он становится партнером, идет и рассказывает. То есть один из 10. Соответственно, из 100 человек, это 10 человек, которые будут делать то же самое, рассказывать своим знакомым, станут партнерами. Так вот, смотрите, второй вид дохода. Все, что пошло от тех людей, которых вы пригласили, вы с этого тоже получаете доход. Соответственно, 100 человек вы пригласили, 10% из них сделали то же самое, у вас от них уже 1000 человек на второй линии. Те 10% сделали то же самое, 10 тысяч человек. Этих людей вы не приглашали, вы их не знаете, они могут быть вообще в других городах, они через соцсети узнали, вот как кто-то сегодня подключился, да. Но со всех этих покупок вы можете получать доход. Так вот, франшизы, чем они отличаются? У нас три вида франшизы, 230 евро, 597 и 997. Они отличаются, как глубоко, в глубину вы будете получать доход. Если вам интереснее, подробнее, вам подробнее, ребята, которые вас сегодня пригласили на эфир, попросите у них готовую презентацию, видеоролик. Там прям с цифрами, раскладками, по всем видам дохода есть цифры. Как, сколько можно заработать, как быстро и так далее. Сегодня я идею прям на пальцах объясняю. Так вот, второй вид дохода, это со всех людей, вот представьте, допустим, уже на третьем уровне у нас 10 тысяч человек. Даже если эти люди тратят по одной-две тысячи в месяц, и там с каждого из них прилетает вам по 5 рублей, а у нас есть люди, которые на кэшбэках зарабатывают больше 100 тысяч в месяц, да. То есть, вот статистику каждый месяц компания дает, даже каждую неделю дает. Так вот, пускай даже по 5 рублей. Вот считайте, 10 тысяч человек по 5 рублей, вот вам 50 тысяч рублей, 10 тысяч по 5 рублей, 50 тысяч рублей прилетает. Но, если люди начинают использовать платформу более активно, ну и допустим, 30 тысяч рублей человек тратит на платформе. При среднем кэшбэке 7 тысяч рублей, ой, 7 процентов, 7 процентов в среднем кэшбэке, у нас на платформе кэшбэк на сегодняшний день до 51 процента, человек будет возвращать 2 тысячи рублей. Вот семья каждый месяц будет возвращать 2 тысячи рублей. Вы с этого получаете 5 процентов, соответственно, это 100 рублей. В этом случае уже 10 тысяч человек по 100 рублей, считайте, это вот вы миллион рублей зарабатываете. Большинству людей, чтобы заработать миллион, нужно как минимум год поработать. Здесь зарплата каждый месяц, только с кэшбэков. Это мы с вами рассмотрели второй вид дохода, да, то есть доход, и мы рассмотрели только с трех уровней, да. Большой пакет, который за 997, он дает до 10 уровней в глубину, возможность вот по второму виду дохода получать, со всей сети людей, которая пошла от вас. Дальше, мы с вами 2 рассмотрели, третий вид дохода. Третий вид дохода, как я уже сказал, 10 процентов людей, которые зарегистрировались, они покупают точно так же партнерскую программу, чтобы зарабатывать. Так вот, со всех проданных франшиз, партнер тоже получает процент. И здесь уже, ребят, еще интереснее. Почему? Потому что клиентскую сеть каждый строит сам. Вот пригласили вы 100 человек, 100 человек вот так в линейку выстроится. Те, кто стали партнеры из них, 10 человек, они не будут в линейку вставать, они будут вот так друг за другом вставать. У каждого есть две команды, левая, правая. Первый встал, второй встал, третий, четвертый, пятый, шестой. Пошли вниз друг под друга. Так вот, все люди, которые после вас пошли, под вас встают, да, соответственно, вы с этих людей, с их проданных франшиз получаете доход. Это очень крутая тема, потому что идет командная работа. То есть, не обязательно быть самому очень крутым и очень много людей подключать. Просто важно быстро встать в систему и включиться в процесс. Так вот, партнер получает доход, третий вид дохода, со всех проданных франшиз, которые после него люди встали и покупают. Ну, давайте вернемся к нашему примеру. 10 тысяч человек, 10% из них, это тысяча человек, купили франшизы. С каждой франшизы вы зарабатываете от где-то 50 до 200 евро. Вот, считайте свои доходы. Это третий вид дохода. Причем это самые быстрые деньги, да, то есть, потому что у нас каждый день подключаются люди, и неважно от вас они подключились, не от вас, главное, что после вас. Соответственно, вы с этого получаете доход. Пока вы разбираетесь в системе, вот смотрите, вы сегодня зарегистрировались, купили себе франшизу, пока вы учитесь, разбираетесь в системе, ваш бизнес уже работает, приносит вам доход. Благодаря третьему виду дохода. Четвертый вид дохода. Почему выгодно своих людей приглашать? Дело в том, что наша компания, когда вы пригласили человека, и он начал зарабатывать, вам платит процент с его доходов. То есть, чем больше он заработал вот с этого командного оборота по проданным франшизам, тем больше ваш процент. Я вам приведу пример. Я бизнесом построения клиентских сетей занимаюсь уже 15 лет. В 2003 году я ушел с банковской сферы и занялся этим бизнесом. Через 5,5 лет заработал свой первый миллион долларов. А сейчас уже 7 миллионеров в разных компаниях вырастил. Так вот, в последней компании с американской я работала, сеть была 180 тысяч человек, в 25 странах 7 миллионеров выращено. Так вот, смотрите, ребят, если бы там был такой вид дохода, доход с доходов ваших людей, только по нему бы я дополнительно заработал несколько миллионов долларов. Там, к сожалению, этого не было. Здесь он есть и не только с лично приглашенных, а до 5 уровней в глубину. То есть, только это у нас будет четвертый вид дохода, доход с доходов ваших людей. Допустим, ваш человек, вот у вас представьте, сеть, допустим, ну, возьмем ту же сеть, 10 тысяч человек, ваших партнеров. Ну, давайте 10 не будем брать, возьмем 3 тысячи человек. Допустим, вы пригласили 5, они по 5, 25, они по 5, 125, они по 5, 625, они по 5, 325. На пятом уровне у вас будет с 5 человек, 3 тысячи человек, да? Каждый из них, допустим, сделал простую вещь, пригласил 2-х человек, заработал 100 евро. Соответственно, вы получаете 10% на пятом уровне от их чеков. Соответственно, считаем, они по 100, вы с каждого по 10. 3 тысячи человек по 10 евро, вот вам по четвертому виду дохода, считаем, 30 тысяч евро в месяц чека. 30 тысяч евро это уровень финансовой свободы. В любой стране мира на эти деньги вы будете одинаково хорошо жить. А это всего лишь один из видов дохода. Все они, запомните, складываются. То есть, этот прибавляется к этому, к этому, к этому. Дальше, пятый вид дохода. Пятый вид дохода тоже очень интересный. Он доступен, кстати, только на большом пакете. Это возможность подключать к платформе другие магазины. И вот здесь мы подходим к вопросу, в чем выгода для магазина вставать на платформу. Выгода очевидная. Любому бизнесу нужны клиенты. Любой бизнес тратит деньги на рекламу, чтобы привлечь и удержать клиентов. Я вам простой пример приведу. Например, смотрите, возьмем пипси-колу. Компания известна везде. Даже вы в деревню какую-нибудь в Африке приедете. Я объехал более 100 стран мира. Даже там вы найдете пипси-колу. Вопрос. Зачем им рекламироваться? Зачем им тратить деньги на рекламу? Но пипси-кола каждый год тратит 20 миллиардов долларов рекламного бюджета. Кстати, к вопросу. Хотели бы вы с этого 5% получить? И посчитайте, сколько это будет. 20 миллиардов долларов они тратят каждый год. Это мы взяли одну компанию. На рекламу. Так вот, реклама все хуже и хуже старые способы работают. Почему люди уходят в кэшбэк? Почему кэшбэк-сервисы развиваются? Потому что когда магазин встает на платформу, он платит только тогда, когда клиент пришел и сделал покупку. Если клиент не пришел и не сделал покупку, мы его рекламируем бесплатно. На сегодняшний день в компании более 40 тысяч партнеров. Более 40 тысяч партнеров, которые каждый день рекламируют все магазины, которые на платформе. Даже если у каждого из них... Я, смотрите, эфир сейчас провожу. Уже больше 200 человек посмотрело эфир. И еще сколько посмотрят в записи. За один раз. Допустим, у каждого, даже если по тысяче человек в соцсетях, и он рассказал об этом, уже охват более 40 миллионов будет общей аудитории. Соответственно, магазинам, конечно, выгодно. Потому что их рекламируют бесплатно до тех пор, пока не пришел клиент. Вот когда клиент пришел и сделал покупку, магазин с удовольствием отдаст деньги. Потому что он уже прибыль получил. И он может этой прибылью поделиться. И это ему гораздо выгоднее, чем просто так выкидывать деньги на рекламу, где неизвестно, придут люди или не придут. Более того, он получил лояльного клиента. Потому что этому клиенту платформа вернула кэшбэк. И более того, она ему заплатит, если он своим знакомым расскажет. То есть он не просто получил лояльного клиента, а клиента, который в этот магазин еще людей приведет. Соответственно, магазинам это выгодно. Так вот, вы можете подключать магазины. Магазины подключаются бесплатно. И платят только по факту покупки. Но подключив магазин, вы со всего оборота магазина получаете от 10 до 15 процентов с кэшбэков людей, которые пришли в этот магазин. И здесь уже не важно, ваши люди, не важно. 40 тысяч человек каждый день пиарят платформу. И со всех этих людей, которые будут приходить в ваш магазин, вы будете получать процент. То есть это тоже огромный большой источник дохода. Это шестой вид дохода. Седьмой вид дохода. Вы можете научить этому людей подключать магазины. И когда ваши люди подключают магазины, они получают от 10 до 15 процентов со всех кэшбэков всех людей в этих магазинах. Вы получаете от 1 до 5 процентов с кэшбэков этих людей. В чем еще выгода подключать магазины? Все очень просто. Магазин на самом деле получает не одну выгоду. То, что люди пришли к нему. Это всего лишь один из источников дохода. Магазин получает вторую выгоду. Он может своих клиентов, которые пришли не от платформы, подключить к платформе. То есть свою программу лояльности перевести на платформу. И тогда эти клиенты завтра пойдут в другие магазины, будут оставлять там деньги, а магазин с этого будет получать прибыль. Вот где самая интересная штука для магазина. То есть он автоматически, встав на платформу, расширяет свой бизнес на другие группы товаров, к которым он никогда бы в жизни не имел доступа. Никогда. Допустим, магазин продает детское питание, или товары для зверюшек, корм и так далее. Люди приходят, узнали про кэшбэки, подключились. Завтра они покупают билеты, магазин получает доход. Покупают одежду, магазин получает доход. Покупают продукты питания, магазин получает доход. Идут на какие-то концерты, магазин получает доход. Покупают телевизоры, телефоны, магазин получает доход. Ему не надо для этого новые площади, ему не надо для этого новые города и регионы, потому что клиенты могут уехать в другой регион. Он получает доход. Но, смотрите, самое интересное, что эти клиенты, которых он подключил, это же клиенты вашей сети. Вы тоже с этого получаете доход Ваша сеть начинает развиваться еще быстрее Соответственно вы еще больше зарабатываете Вот такая возможность сегодня для вас открылась Я надеюсь вы умный человек Я надеюсь вы умеете считать А даже если не умеете считать Просто понимать, что можно забрать с 84 миллиарда в свою часть Это приятно Соответственно обратитесь к людям, которые вас пригласили сегодня на эфир И спросите, как вам зарегистрироваться и как купить франшизу Выберите пакет, с которого комфортнее вам стартовать И начинайте прямо сейчас Потому что смотрите, сколько человек посмотрело эфир Соответственно люди будут подключаться Если вы подключитесь вперед к ним, они уже пойдут под вас Вы будете с этого зарабатывать Это первый момент Но второй гораздо более важный Я вам обещал рассказать, как быстро выйти на рентабельность Смотрите, данный эфир будет храниться ровно сутки Соответственно вы можете сейчас, заключив контракт Сразу рассказать своим знакомым Они посмотрят эфир, подключатся Смотрите, 4 человека, подключившиеся от вас Вам сразу обеспечивают рентабельность 4-5 человек, которые купили такую же франшизу, как у вас Вам деньги вернулись То есть за сегодняшний же вечер Или за ближайшие сутки Вы можете уже выйти в плюс Потому что если они своим знакомым покажут эфир Они вернут уже Выйдут на рентабельность А вы уже в чистый плюс Соответственно, более того, вы еще с их чека Тоже будете уже получать доход Поэтому, ребят Не ждите Вот сегодня к вам пришла возможность Что нужно сделать? Воспользоваться ею 100% Вот вы сейчас посмотрели Прямо сразу скиньте ссылочку на эфир Всем своим знакомым А в это время, пока они там смотрят Час будут смотреть Вы оформляйте свой контракт И вставайте в систему Соответственно, кто оформит быстро Через час у нас будет обучение Где мы будем рассказывать про очень важные вещи Как строить этот бизнес Вы уже можете подключиться к этому обучению На этом я сегодняшнее вещание заканчиваю Сегодня, слава богу, у нас хорошо с интернетом Ничего не прерывалось Поэтому эфир будет в записи в течение 24 часов Пользуйтесь на здоровье Превращайте этот эфир в источник дохода А платформу превратите в свой источник создания пассивного дохода Платформе год уже сейчас У нас в бизнесе много ребят Которые зарабатывают по несколько миллионов рублей в месяц Все, что их отделяет от вас Просто они узнали об этой возможности год назад Там кто-то полтора года назад Вы узнаете об этом только сейчас Соответственно, у компании планы очень большие Только на нашем рынке цель построить сеть В ближайшие 5 лет более 10 миллионов человек На сегодняшний день на платформе около 500 тысяч Это 5% от поставленной цели Развиваемся мы чуть-чуть быстрее, чем планировали Рынок абсолютно свободный пока Со следующего года мы выходим уже на международный рынок Делаем международную экспансию Соответственно, уже сейчас к нам подключаются люди и с Европы, и с Азии, и с Америки Вот вчера буквально только на обучение у нас женщина была с Нью-Йорка Соответственно, уже сейчас это происходит Просто у них сейчас пока там нет возможности подключать магазины Что мы говорим про экспансию? Это когда появится возможность не только покупки делать У нас уже сейчас есть компании, которые работают по всему миру Это Booking.com, Aviasales, AliExpress и так далее Но со следующего года у них появится возможность подключать и свои магазины в том числе У нас есть своя специальная карточка от Финамбанка, которую получают VIP-клиенты Как стать VIP-клиентом, вам тоже расскажут ребята, которые вам дали ссылочку Которые дополнительные возможности дают И дополнительные бонусы, дополнительные деньги Много всего очень интересного Более того, если вы подключитесь сегодня на большой пакет Кстати, не только сегодня, до конца этого месяца Вы еще сможете поучаствовать в промо-акции от компании Получить путешествие на двух человек в Доминикану С командой преуспевающих предпринимателей Вот самое важное в этой жизни, если вы хотите поменять уровень дохода Помните, я говорю, три категории Бедный, средний класс, богатый Нужно менять круг общения Со сменой круга общения меняется ваш Вот если вы общаетесь с бедными, будете бедны Общаетесь со средним классом, будете жить как они Общаетесь с богатыми, будете жить как они Если богатый начнет общаться с бедными, поверьте мне Через некоторое время он сам станет бомжом Так работает вселенная Ваше окружение определяет ваш уровень жизни Хотите поменять уровень жизни, поменяйте окружение Начинайте развиваться И компания вас обеспечит всеми инструментами Знаниями, обучением, помощником И самое главное готовым, работающим международным бизнесом Все, на этом я заканчиваю Спасибо за внимание Спасибо, что досмотрели до конца эфир И в том числе тем, кто смотрел в записи Желаю вам этот эфир использовать на 100% И предложение использовать на 100% Ну и соответственно, кто включится и займется бизнесом на 100% В ближайшее время мы с вами увидимся Потому что у нас очень много семинаров проходит Вместе с вами в Доминикану поедем отдыхать Вообще у компании 5 путешествий на этот год запланировано Помимо Доминиканы еще есть Франция Еще есть Кипр, еще есть Нью-Йорк, еще есть Мальдивы Как в эти страны попасть, вам тоже расскажут ребята Которые вас пригласили на эфир Не буду все прям сразу вываливать Итак, сегодня то, что рассказал Уже достаточно для того, чтобы через месяц-два Зарабатывать 100-150 тысяч дополнительно к тому, что вы зарабатываете сейчас А что такое 150 тысяч? Если вы зарабатываете 150 тысяч рублей В нашей стране вы входите в 1% самых богатых людей Потому что 99% людей в нашей стране зарабатывают менее 120 тысяч рублей в месяц Это официальная статистика Так что, друзья, всего доброго, до новых встреч, пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok